Возьми-ка Джузеппо ружье, сказала однажды мать своему сыну, и сходи на охоту. Завтра твоя сестра выходит замуж, и надо бы приготовить праздничный обед. Очень хороша была бы для этого зайчатина. Джузеппо взял ружье и отправился на охоту. Только вышел на дорогу, видит, бежит заяц. Выскочил косой из-под забора и пустился в поле. Скинул Джузеппо ружье, прицелился и нажал на курок. А ружье и не подумало стрелять. Пум! — сказала оно вдруг звонким и веселым голоском, и выбросило пулю на землю. Джузеппо так и замер от удивления. Подобрал пулю, повертел ее в руках. Пуля, как пуля. Потом осмотрел ружье. Ружье, как ружье. И все-таки оно не выстрелило, как все нормальные ружья. А звонко и весело произнесло. Пум! Джузеппо даже в дуло заглянул. Да только разве может там кто-нибудь спрятаться? Никого там, конечно, не оказалось. Что же делать? Мама ждет, что я принесу с охоты зайца. У сестры свадьба, нужно приготовить праздничный обед. Едва Джузеппо успел подумать это, как вдруг снова увидел зайца. Только оказалось, это зайчиха, потому что на голове у нее была свадебная фата с цветами. И шла она, скромно потупившись, мелко перебирая лапками. Вот так раз, удивился Джузеппо. Зайчиха тоже выходит замуж. Придется мне, видимо, поискать фазана. И он пошел дальше в лес. Двух шагов сделать не успел, как увидел фазана. Идет он себе по тропинке, нисколько никого не опасаясь, как в первый день охоты, когда фазаны еще не знают, что такое ружье. Но Джузеппо прицелился, нажал на курок, и ружье снова сказало человеческим голосом. Пам-пам! Совсем как мульчуган, когда играет со своим деревянным ружьем. А пуля опять выпала и сдула на землю прямо на кучу красных муравьев. Перепугались муравьи и кинулись прятаться под сосну. Хорошенькая дельца, рассердился Джузеппо. Так я вернусь домой с пустыми руками. А фазан, услышав, как весело разговаривает ружье, бросился в заросли и вывел оттуда своих фазанят. Идут они цепочкой друг за другом, рады родешеньки, что отправились на прогулку. А следом за ними и мама фазаниха шествует, важная и довольная, будто первую премию получила. Еще бы, проворчал Джузеппо, как ей не быть довольной. Ведь она уже замужем, а мне как быть? На кого теперь охотиться? Он снова старательно зарядил ружье и осмотрелся по сторонам. Кругом ни души. Только дрозд сидит на ветке. Сидит и посвистывает, словно подзадоривает. Ну-ка, подстрели меня, попробуй. Ну, Джузеппо и выстрелил. Только ружье и в этот раз не послушалось его. «Бах!» — сказала она, совсем как ребята, когда играют в разбойников. И даже еще хихикнула тихонько. Дрозд засвистел еще веселее, словно говоря. «Обманули дурака на четыре кулака!» «Так я и знал!» — вздохнул Джузеппо. «Видно, сегодня ружье устроило забастовку». «Ну, как ты поохотился?» — спросила мать, когда Джузеппо вернулся домой. «Хорошо, поохотился!» — ответил он. «Три веселенькие насмешки принес. Не знаю, только подойдут ли они к праздничному столу». «Молодка, певца. Рюсерка!» — ответил он. «Молодка, певца. Гребbug. Гребbug.